в пьяном виде вот и после того какие вначале классный руководитель сказал что мы ребенку ребенка вам не отдадим потому что но это не безопасно пусть придет бабушка мама слушать ничего не хотела прорывалась классу тогда подошел я пытался и объяснить она не слушала побежала через вестибюль классу класса там вот рядышком находится здесь на этаже и вот это вот все произошло из-за того что она хотела срочно забрать ребенка потому что ей надо кто вы тут такие отдайте мне моего ребенка вот и все но я ее пытался оттеснить вот взял ее за руку вы ходите потому что тут дети что вы кричите чтобы требовать а нас тут материлась это мама и делала замечание юлия юрьевна она ее там материал и тогда у вас меня очки и маску я ее пытался схватить за руку она меня оттолкнула и упала я в это время курсили руку и сидел уже и ждал больно откуда у вас навыки у директора такие вот навыки самообороны и вообще сотрудники почувствовала боли уже потом когда уже все успокоились вот тогда боль почувствовала обратилась к медсестре но скорее всего что мышцы растянула потому что это была такая сила и я боялась что она просто до конца напугает ребенка он плакал и какая бы мама не была он все равно тянет церкви научу по воспитательной работе в обменка валентина борисовна пострадала больших мы здесь все стояли и старались ее как-то противостоять этой маме чтобы она не навредила ребенку удар пришелся на ланзину борисовну она разбила ей нос была кровь все это видели самое печальное что дети преподаватели как раз детей начальной школы выводили после учебных занятий а потом второй удар пришелся ей висок вот сегодня она едет сейчас данный момент в больницу потому что вчера ей оказывали помощь поставили диагноз легкое сотрясение вот и сегодня будет продолжать лечение 2014 года мама пьет 2014 года как можно отдавать маме которая пьет вы посмотрите на видео как она вчера выламывала дверь в эти двери вы представьте что если она не дай бог ударить ребенка в алкогольном опьянении то есть человек находится в такой сильнейшем алкогольном опьянении с ней невозможно было находиться рядом в помещении у бабушки условия нормальные которые позволяют заниматься у матери условий нет пропурина грязь везде мы вчера когда находились и в полиции вот это вот комнатушечки там невозможно было дышать через массу понимаете кошмар человек был я не знаю там если бы ее отправили на отследование и было бы понятно сколько у нее промилле на ногах не держалась и она пришла в школу понимаете за ребенком как учитель директор может отдать ребенка такой маме она будет переходить дорогу упадет машина собьет кто будет отвечать спасибо директору то что он оперативно среагировал и защитил как говорится и детей и нашего нашего руководителя не защищен и то все равно они пострадали телевидение да вот набил мне футбол официально 3 4 там где там есть камеры стоят они все разограды и проверьте а что вы снимаете ну снимайте дальше ну снимайте ради бога снимать отвернула руку учительную классному руководителю после того как тебе страшно ребенка тебе не отдадут вышел директор ты на него сорвала у него очки и маску после этого он тебя заломал потому что ты бросалась не так было скажи хорошо было так какое имела право он мужчина у меня не было ничего и там есть камера посмотри на мои руки не нужно ударять у тебя заберут ребенка пойми нет я тебя не пугаю я тебя просто предупреждаю я не пугаю я говорю что ты должна просить директора его кознит мраза на да почему ты выбираешь мы там вашего визита чтобы ты не было я как можно наикраще в этой семье им вообще не комфортно ребенок зашел вы с ребенком разговаривали насколько насколько мне известна ситуация в этой семье то привязанность между ребенком и его родственниками бабушкой мамой родители и также сама можем с бабушкой там с сестрой там со своими родственниками оставлять ребенка правильно можем оставлять но когда мама приходит в алкогольном опьянении в школу это не норма значит тогда маму нужно лишить родительских прав а все опекунство должна взять на себя бабушка и полностью бабушка должна нести ответственность за этого ребенка я с вами абсолютно согласна ну а вы говорите о том что вы помогаете каким-то семьям я понимаю если семья приехала с другого города они там бедные несчастные лишить маму родительских прав может только суд ну а если бабушка инициировала этот процесс то решение что-то случится с ребенком только тогда что-то начнется действия тоже будет телевидение и тогда начнут говорить а что что ничего не делали вот ребенок либо выпал с 7 этажа либо этот сожитель его ударил толкнула удариться головой конечно ну как как там ребенок находится такой ситуации